Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии руководитель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Добрый вечер, Вениамин Иванович. Добрый вечер. Вениамин Иванович, жаркая погода, которая продержалась без малого месяц, сейчас по прогнозам синоптиков вроде бы идет на спад, но тем не менее лето только начинается. Как жаркая погода повлияла на работу Вашей службы? Какие направления стали основными, на каких направлениях сосредоточные усилия? Ну, как говорят, у природы нет плохой погоды, но тем не менее, вот та аномальная жара, о которой Вы упомянули, которая простояла вот именно вариант аномальных в пределах 10 дней, все же свой отпечаток оставил в работе наших спасателей, но прежде всего, наверное, противопожарной службы, потому что, как бы там ни было, но май месяц, он был своеобразным. Ждали, весна ранняя, но тем не менее, затянулась, и в итоге потом пошла жара. Большое количество людей, выход на природу, садоводческие участки, начали выжигать траву сухую, и пошло-поехало, если так сказать. Потому что на сегодняшний день практически... Мене Иванович, прошу прощения, перебиваю, а неужели все еще жгут? Ну, казалось бы, уже сколько лет об этом говорится, сколько примеров, и не только по нашему телевидению, по центральным каналам, что вообще может произойти из-за самого такого простого полу травы? Неужели все равно еще... К сожалению, наверное, вот когда мы выходим на природу, забываем обо всем. Пример же в этом году, вот, ранняя весна, Хакасия. Ну, всем понятно должно быть, что нельзя, что можно, но тем не менее, у нас были в мае месяце определенные дни, когда пожарные выезжали до 40 раз именно на ликвидацию палы сухой травы. Они официально выезжали. В это же время, может, где-то реальный пожар, где-то кто-то может пострадать, а мы тушим поле, где трава горит. Поэтому на сегодня уже 30-20 случаев, когда наши пожарные выезжали за этот период на ликвидацию этих последствий. Ну, и, как вы упомянули, все же правительством принято решение с 23 мая в республике установили особый противопожарный режим до определенного времени. То есть те погодные условия все же вот нас заставили принять такой режим. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, что, какие, вернее, как нужно вести себя населению во время этого противопожарного режима. Ведь мы же не говорим о том, что нельзя посещать леса, нельзя там отдыхать на природе. То есть кто может вообще это запретить? С природой надо дружить просто-напросто. Вот выезжая, надо знать элементарные правила. Ну, леса никто не запрещает посещать, но в то же время такую жаркую погоду соблюдать абсолютно элементарно. Не разжигать костры, не разводить там, где не установлены мангалы, чтобы готовить там блюда и все прочее. Особенно сухая растительность, потому что лесная зона в жаркую погоду – это пороховая бочка. Поэтому если даже выехали, если есть там места где-то разрешенные, то особо надо с собой иметь воду, лопату, потушить, закидать. И убедиться, что после нас все там в порядке. Ну и уже есть меры административного воздействия, не только административного, даже уголовного. Потому что если наши противоправные действия привели к возгоранию, именно в этот противопожарный, особо противопожарный период, к возгоранию леса. На граждан штрафные санкции до 5 тысяч, на должностных лиц до 50 тысяч, а на юридических лиц до миллиона. Но я говорил, и есть уголовная ответственность. Это одна сторона медали, но вторая сторона – страдает природа. Зачастую бывает же вот садоводческие кооперативы, когда начинают выжигать сухую траву, особенно в лесной период. У нас были в прошлом году в Рунарском районе сразу 11 дач сгорели от этой причины. В этом году уже были по 3-4 дачи выгорали. Поэтому меры безопасности здесь, понятно, материальный ущерб. Но может же это превратиться в стихийное бедствие, как у нас, я говорил, Хакасия, как Дальний Восток и другие регионы. Поэтому надо беречь природу и дружить с ней. Мы сейчас говорим о пожарах в лесах, на природе. А в такую жаркую погоду пожары в быту, они так же часто случаются, как и было прежде? Хотя, казалось бы, должно быть уже поменьше. Все-таки отопительные приборы не используются сейчас? Но вопрос пожарной безопасности, он всегда актуален, если так. Зимний период – это одно, весенний период – другое. Сейчас уже наступило, можно сказать, лето уже и календарное, и все. Но тем не менее, тем не менее, статистика подтверждает то, что все равно в день у нас 2-3 пожара случаются. Основная причина на летний период – опять электроприборы, включили чайник, включили еще что-то, забыли, ушли. Это первое. Но вторая причина, как бы ни было и летом, как ни странно, в любое время года – это наши бани. Бани из-за плохого состояния не печей, а самих труб. Поэтому мы всегда говорим об этом, что нет субботы, пятницы, воскресенья, чтобы в республике не было пожаров по причине, что горят бани. Поэтому чердачное помещение, где у нас проходят трубы, один раз полгода хотя бы туда надо заглядывать, проверять, в каком состоянии. Туда ветром задуло листву, еще что-то кто-то из членов семьи, кто-то туда забросил. Но закон пакости получается так, что примыкает к трубе. Если нет защитных материалов, то через какое-то время возможно, что тлеет, тлеет и возгорается. Поэтому вот эти моменты – электроприборы. Ну и летом еще дети. Все равно дети остаются дома, без присмотра. Кто-то в садик не ходит, кто-то… Ну то есть у них даже больше свободного времени появляется для того, чтобы как-то развлечься. К сожалению, в последнее время по детской шалости тоже есть рост пожаров именно у нас в республике. Поэтому убедительная просьба, прежде всего, конечно, к родителям. Детей без присмотра не оставлять малолетних. Если оставлять, то надо до них довести меры безопасности, инструктировать, если так выразиться. Вениамин Иванович, а как обстоят дела сейчас с пожарными гидрантами именно в сельской местности? Все они в исправном состоянии? Ну, стопроцентной исправности, конечно, добиться сложно, тяжело. Не только в сельской местности, даже в городской среде. Буквально вот в апреле месяце мы рассматривали этот вопрос на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с приглашением некоторых глав администрации районов, их заместителей, которые являются председателями ПКЧС, обсуждали эту проблему, этот вопрос. Но, к сожалению, на сегодня пока у нас в республике обеспеченность противопожарным водоснабжением 98,3%. Есть населенные пункты, где отсутствуют именно места забора воды, места противопожарного водоснабжения. Больше всего их в Козловском районе 7 населенных пунктов, в Красночитайском 4, в Янтиковском 4, всего 30 населенных пунктов. – Жители этих населенных пунктов знают о том, что у них такая уникальная сложная ситуация? Они предупреждены об этом? – Жители этих населенных пунктов знают, главы сельских поселений с жителями работают. И я думаю, в оставшиеся две недели, оставшийся период, когда мы им определили, они все же добьются, что в каждом населенном пункте будет место для забора воды. Это пруд, оборудованный, если так, его называем, конечно, громко пирс, а просто место, куда может подъехать машина пожаротушения для забора воды. Поэтому ситуация по гидрантам, по водоснабжению сложна у нас в Аликовском районе, Чебоксарском районе, Козловском районе. Ну а в целом по республике, я сказал, 98,3%, но нам надо сделать все, чтобы было стопроцентная защита территории и населения Чувасской республики от пожара. — Меним Иванович, начался купальный сезон, такая очень приятная тема, но, к сожалению, вот ваша статистика в этом году прям какая-то совсем нерадостная. То есть еще купальный сезон-то толком не открылся, а уже у нас несколько несчастных случаев, да еще и со смертельным исходом. — Но, к сожалению, наверное, вот эта аномальная жара, которая пришла резко, сама вода, температура воды, она еще, ну, вода не нагрелась до той степени, что можно было купаться. — Не прогрелась. — Не прогрелась она абсолютная. — Но, тем не менее, люди, почувствовав, что погода жаркая, погода такая вот, думают, что приемлемо купаться, выходят на природу, на природу и принимают решение, ну, не отдумая абсолютно, принять процедуры водные. И, в итоге, на сегодня уже мы имеем 9 случаев со смертельным исходом. К сожалению, один чисто банальный несчастный случай — это ребенок в Канажском районе, пятилетний мальчик, катался на велосипеде, переезжал за пруду в виде мостика, не справился, скатился, упал. Воды-то глубина там абсолютно минимальная. В итоге вот захлебнулся и ребенка не стало. А остальные 8 — это абсолютно взрослые люди. Самому старшему 59 лет, младшему 24 года. И все 8 — купание в нетрезвом состоянии. И все 8 — купание в прудах. А пруды — это же не река, пруды же — это источники, источники холодные. Поэтому, хотя говорят, не зная броду, не лезь в воду, но тем не менее, когда в состоянии алкогольного опьянения, люди как-то уже становятся совсем другими, храбрыми в кавычках, и начинают свою браваду показывать. Хотя вот эти 8 случаях, из 8 случаях, 5 случаях сидели они коллективно на берегу этих прудов. И люди ушли на дно, на глазах у своих друзей и товарищей. К сожалению, вот эти факты, они вопиющие, абсолютно человеческий фактор. Мы, вроде бы, люди адекватные, взрослые, должны, наоборот, пример подавать другим. А сами творим вот такие чудеса в кавычках, когда, к сожалению, спасатели приезжают уже доставать. Ну, в этом случае, да, со спасателей, собственно говоря, и спроса особого нет. Потому что это места, не оборудованные для купания, не предназначенные для купания, и у каждого водоема не выставишь посты. А сколько у нас оборудованных пляжей в республике, и какие требования к ним сейчас предъявляются? В республике ежегодно оборудуют в пределах 15 пляжей не мест купания, а именно пляжей, потому что требования к пляжам и требования местам купания там абсолютно разные. На сегодня принято 11 пляжей уже официально, комиссионно, и дано разрушение. Это в Чебоксарах 4, но в Чебоксарах 1 и остальные на территории республики. Главное требование к пляжам – это, во-первых, надо обследовать дно водолазами и очистить полностью. Потом определить границы и установить. И далее уже оборудовать сам пляж. Пляж имеется в виду спасательный пост, медицинский пост, радиофицировать, меры спасения предусмотреть, инвентарь для спасения и, соответственно, персонал обученный, подготовленный, который будет дежурить на этом пляже во время купания, то есть в светлое время суток. После этого только пляж принимается комиссионно с участием и надзорных органов, и органов власти. Дается заключение на открытие пляжа. Только тогда можно... Насколько я в курсе, в Чебоксарах, во всяком случае, в этом году установлены еще и на пляжах кнопки вызова полиции. Да, это рекомендации были в прошлом году, потому что кнопка вызова полиции дает возможность оперативно реагировать на те или иные моменты, когда при таком массовом скоплении людей, потому что те спасатели, которые там дежурят, они практически не в состоянии. Они следят за водной гладью. Но здесь же надо еще следить, что категорически запрощается опять распивать спиртные напитки, о чем говорили мы чуть ранее, потому что контроль за данной категорией граждан должен быть тоже. Поэтому взаимодействие администрации пляжа и правоохранительных органов – это один из главных вопросов обеспечения безопасности на водной глади. – Ну вот к местам для купания, я так понимаю, что требования все-таки несколько ниже, чем, допустим, к городским пляжам, к муниципальным пляжам. Там что, должно быть тоже обследовано дно? – Однозначно обследовано дно, опять установлены границы, но там уже можно спасателя своего местного, но тоже обученного, уже не профессионала спасателя, чтобы они контролировали. Медработник может находиться не обязательно на месте купания, а у себя в медпункте. – Ну, чтобы, по крайней мере, все знали, куда нести, если что. – Да, и поэтому, но все же маломальский контроль должен быть, и в обязательном порядке обозначены границы. Границы для купания взрослых и в обязательном порядке границы для купания детей, потому что там глубина должна быть не менее, для малышей там 0,7 метров, не более 0,7 метров. А для школьников 1,2 метра, не более. – Понятно, что далеко не во всех муниципалитетах есть такие, не то что пляжи, а даже специальные места купания. А тем не менее жара, купаться хочется, и люди вынуждены лезть в воду в совершенно неприспособленных и опасных для этого местах. Вот вы как-то можете повлиять на муниципалитеты, я не знаю, обязать их? Или у вас нет таких полномочий? – Ну, у органов исполнительной власти, в принципе, таких полномочий, чтобы влиять на них, к сожалению, нет. Ну, согласно законодательству. То, что вот у нас оргметодические указания вышли, кабинеты министров на летний период, потом, я говорил уже, на комиссии по КЧС обсудили этот вопрос. Там рекомендации, конечно, носят рекомендательный характер нашим главам администрации, органам муниципальной власти, главам администрации городов и районов. Но у нас сложилось так взаимодействие, что, в принципе, эти рекомендации, они воспринимаются как, уже воспринимают действие. – Адекватно воспринимают. – Адекватно воспринимают. – Поэтому особых здесь, я бы не сказал, нареканий нет. Но в то же время есть надзорные органы, это и государственные инспекции по маломерным судам и другие. Все же ездят, смотрят, контролируют, оказывают методическую помощь, подсказывают. Поэтому, конечно, в каждом населенном пункте практически невозможно оборудовать места для купания. Вот вчера только мы с выездом в Урмарский район, в Шаркистинское сельское поселение провели выездное заседание коллеги ГКЧС Чуваши совместно с Советом муниципальных образований. Собрали мы глав администрации сельских поселений, районов, на месте, вот именно показали, как можно и как надо организовывать. Больших финансовых средств для этого не надо. И вот вчера в ходе обсуждения этой проблематики пришли к мнению, что в сельском поселении, в границах сельского поселения можно один-два максимум. Вот на каждом населенном пункте невозможно. Но люди должны знать об этом, что вот в том-то населенном пункте есть место оборудования для купания, оно безопасно. И куда можно ездить, где можно отдыхать и с детьми, и взрослые, как бы там предусмотрены средства спасения. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам ГО и ЧАЭС Вениамин Петров. Спасибо за внимание и хорошего вам отдыха. Всего хорошего.